всем привет с вами наталья и мой блог худеем месте организован агрохолдингом goodwill своем рационе я всегда использую крупы и хлопья торговой марки goodwill и сегодня я хотела бы поговорить с вами именно о продуктах которые я использую потому что как вижу вы часто задаете мне вопрос почему именно эти продукты и использую я в своем рационе молочные продукты можно ли их использовать но сразу вспомним да что именно я придерживаюсь правильного питания никаких либо диет поэтому весь мой рацион питания сложен именно из правильных продуктов и при правильном питании должны полностью присутствовать и белки и жиры и углеводы поэтому опираясь на белковую пищу если то я предпочитаю использовать в основном курицу яйца такие виды продуктов и как вы могли уже заметить то в моем практически меню нет рыбы или каких-либо морепродуктов хотя в рыбе в морепродуктах гораздо больше содержится белка но не потому что я не хочу этого использовать а просто я не очень люблю рыбные продукты а это не значит что вы не можете их использовать вы можете заменить курицу либо рыбой либо говядины которые тоже можно использовать при правильном питании правильное питание ведь оно складывается из чего именно из тех продуктов которые вы сможете употреблять не на протяжении какого-то промежутка времени а именно на протяжении всей своей жизни и это должны быть продукты которые именно вам нравятся которые вы хотели бы употреблять ежедневно вот надо мной вот допустим все смеялись говорит ты постоянно ешь курицу ты уже скоро закукарекаешь но для моего организма мой организм лучше воспринимает именно эту пищу что касается молочных продуктов без них я вообще не вижу своего существования потому что молочка в моей жизни наверное занимает больше места чем либо готова допустим я употреблять больше молочных продуктов чем даже мясных продуктов но у меня специфика организма такая и буквально наверное полгода назад я попробовала все таки решится мне тоже все говорят вот вроде как молочные продукты если их уберешь из своего рациона то ваш процесс похудения пойдет намного лучше и вообще в принципе нежелательно уже в возрасте есть молочные продукты это плохо влияет для организма я тоже много слышу разных вещей но когда я все-таки попробовала убрать молочку из своего организма буквально это на несколько дней было сделано то я можно сказать сорвалась сорвалась и мне дня через четыре хотелось так молочных продуктов то что я хотела выпивать молока литрами поэтому для себя я уже тоже уяснила и поняла что я мой организм не воспринимает пищу не воспринимает в принципе рацион питания без молочных продуктов поэтому но это тоже опять же не означает что вы должны следовать именно есть каши на молоке вы должны подобрать именно себе такое меню я вам даю то что воспринимает скажем мой организм и я думаю что у многих точно такое же поведение организма ну а вы уже можете под себя подгадать немножечко видоизменить что я и делала в принципе на протяжении всего этапа своего похудения как вам удобно какие продукты именно вам подходят а именно взять за основу режим дня именно саму методику похудения и брать уже те рецепты которые именно подходят вам с теми продуктами которые нравятся вам чтобы они не надоели вам на протяжении всего времени и чтобы это было ну рационально выглядело для вас для вашего организма то же самое я могу сказать и о фруктах и овощах что не обязательно употреблять какие-то определенные овощи или фрукты в которых содержится больше до растительных белков конечно если мы съедим авокадо это будет намного лучше чем мы поедим капусту но я не люблю авокадо и для меня лучше во всех отношениях что касается и финансового что касается и доступности это допустим съесть обычную капусту поэтому здесь не нужно придерживаться каких-то таких определенных правил что касается круп вы часто задаете мне вопрос по поводу а можно ли вообще употреблять крупы конечно не можно употреблять крупы а нужно употреблять крупы во время похудения и вообще в принципе по жизни их нужно кушать потому что в них содержится растительный белок и опять же в каждой крупе содержится свое количество белка нужного для организма и здесь опять же я придерживаюсь того же самого принципа какие вы любите крупы те вы должны употреблять вот наверное и все что я хотела бы вам рассказать по тому рациону питания который я использую я и почему именно эти продукты использую я потому что действительно по моим роликам кажется или по моим меню дня да как бы по моим рецептам кажется что в основном я готовлю каких-то определенных видов продуктов но это именно связано просто банально то что я люблю эти виды продуктов кому понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на канал goodwill